Привет, друзья! С вами, как всегда, Виктор Карасёв. Вы смотрите Уютный Подвальчик. За окном октябрь. Ну, почти октябрь, хотя у вас уже, наверное, точно октябрь. Мы находимся на выставке Игромир 2017. Поехали! Смотрим Райм. Я смотрел кучу видосиков про него, но так и не смог в итоге понять, на что ориентировались создатели игры, но вот товарищ подсказывает, что все-таки действительно меня не обманули догадки, это действительно похоже на ИКО, на Last Guardian. Единственное, что вот сразу бросается в глаза, очень странно, надо будет посмотреть потом на PS4, что картинка мальновато. То есть, когда делают игры в таком специфическом стиле, в селл-шейдинге, может быть, не очень графонистые, но при этом достаточно стильные, хочется все-таки видеть резкую картинку. И вспоминая Zelda Breath of the Wild, Switch умеет резкую картинку, поэтому как бы все-таки выглядит немного-немного странновато. Но стиль прям здоровский. Ну вот просто вот это вот такой, знаешь, Last Guardian в кубе, когда вроде все снаружи красиво, потом ты приближаешь камеру к мальчику и думаешь, господи, ребята, ну за что вы его так? Battle Chasers увидел на предзаказе на Амазоне на Nintendo Switch, показалось чем-то интересным. И визуально, опять же, по трейлерам, по еще чему-то, которых я не очень много, видимо, посмотрел, нужно было посмотреть больше. Я думал, что это какой-то диабло-клон для Switch'а, потому что вот эта косоугольная проекция выглядела так, крайне знакомо. Но вот тут вот взял потрогать, и оно внезапно с пошаговыми боями. И прям вот даже не знаю, с чем сравнить, с RPG-шкой, с обычной какой-то, или все-таки с героями меча и магии, потому что визуально все-таки это больше похоже на Heroes of Might and Magic. Хотя понятно, что это просто такое старопекарское представление, потому что это обычный пошаговый бой, но, может быть, сама картинка напоминает героя. Еще такая немного анимешная стилистика тоже привлекает. Выглядит очень прикольно, когда сверху выезжает вот эта вот с комиксами клейка. Я думаю, что все-таки оно из моего виш-листа на Амазоне переместится в корзину, как только появится. Обычно на Switch в Америке появляются игры раньше, чем в России, поэтому... О, у меня одного сняли. Вот смотрите, даже на огромном, мегапиксельном, я не знаю, сейчас меня в комментариях засрут, что я терминологию засираю, картинка с футболом выглядит очень четко. Я понимаю, что детализация меньше, чем на PlayStation 4 или на Xbox One, но все равно четкость картинки есть. И вспоминая только что посмотренный Rhyme, у меня возникают вопросы. Что за херня? Как всегда, добрую часть зала Комик-Кона занимают торговые ряды, где вы можете приобрести шапки, значки, артбуки, комиксы, одежду, плюшевые игрушки. Черт в ступе! Даже какие-то китайские игрушки до сих пор продаются. Я думал, что в 2017-м это уже дела давно минувших дней, но нет любой каприз за ваши деньги. Это странная американская тенденция с фигурками фанка, которая меня всегда удивляла, потому что 90% из них выглядят, на мой взгляд, совершенно убого, и я не понимаю, кто их покупает. А в Америке они стоят в каждом магазине просто в таком нереальном количестве, как будто, я не знаю, это какой-то хлеб, колбаса или водка. Вот, похоже, скоро и у нас будет то же самое, потому что на Игромире целый стенд фанка от 1С Интерес, и они стоят по 999 рублей, что, кстати, вполне себе недорого. Если бы ни одно но! Нахрена они нужны! Вот очень интересная ситуация. Понятно, что у нас достаточно много левака бывает, и где-то, прям не стесняясь, говорят, что левак, где-то говорят, что оригиналы. Вот на андроиды, в принципе, в принципе, ну, с небольшой, может быть, местами натяжкой, я несколько смотрел, похожи на оригиналы. Но вот берешь вот такую вот коробочку, ну, во-первых, в принципе, три гудсмайловские фигурки, даже маленькие, вряд ли могут стоить 1200 рублей, но разве что они залежались, скажем так. Но вот при ближайшем рассмотрении, ну, это же нифига не гудсмайл. То есть, вроде как неплохо сделано, но прям такое ощущение, что это такой хороший Китай. Но все-таки Китай. Это очень обидно. Я бы вот это все купил, но хочется купить оригинальных, потому что здесь, в принципе, даже по цвету коробки и по ее шершавости видно, что это, ну, ни хрена не гудсмайл. Японцы не делают так хреновенько. Это, конечно, бич все-таки. Ну, может быть, не только России, но все равно очень странно, когда на таких официальных мероприятиях такая куча левака. Вот здесь, вот смотри, вот я прям покажу. Вот One Punch Man. Ну, просто, ну, как бы, серьезно, это фигма? Вот, 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 вот с такой покраской, с такими дырками, это фигма? Это не фигма. Давай, расскажи, почему вам нужно поиграть в игрушку, которую вы сегодня привезли? Потому что это самая реалистичная RPG, которая будет в следующем году. И ведьмак отдыхает просто по сравнению с ней. То есть такая прям классическая, пекарская, как мы в свое время любили. И самое главное то, что, в отличие от других RPG-шек, здесь нет драконов, фэнтези и, мать его, Игры Престолов. Ну, это такой, чисто взял мяч, мяч. Да. Давай, пожалуйста. Давай. В общем, особенно с Kingdom Come, то, что люди, которые делают Kingdom Come, это разработчики Мафии Первой и Второй. Дэниел Вавра, один из главных создателей вообще всей Мафии Первой, он сценарист, режиссер, директор и так далее. Он работал в 2K-Чех, как раз, которая была сейчас в 2K-Чехе, а раньше она немножко по-другому называлась. Вот. Он решил в какой-то момент уйти оттуда и создать собственную команду War Horse. Вот как раз представленный значок с правой стороны. И они вышли на Kickstarter своей новой игрой, которая как раз называлась Kingdom Come. Правда, тогда еще Deliverance у нее не было в названии, но просто Kingdom Come. Вот. Они решили сделать полностью реалистичный RPG про гусицкие воины, Богемию, 15-й век. Главный герой Генри, обычный сын кузнеца. Он как раз у тебя сейчас просыпается в домоверсии. Это прям, вот особенно зеленая туника, это такая вот Legend of Zelda. То есть я так предполагаю, это специально прям открыт. Да-да, конечно же, мы любим зельду. Видишь, как у нас, кстати, будет в нашей локализации. Наши опять постарались очень сильно, наша команда. Дубляж? Нет, будут субтитры, но мы ориентируемся не на английский вариант, а на полностью чешский. То есть, например, в английском варианте главного героя зовут Генри. Такое английское чистое имя. У нас его называют Индриш, чешское имя, настоящее, как его зовут в оригинале. Судя по всему, что ты привел сравнение с Ведьмаком, чехи решили побороться с поляками. Да. Где-то я это уже видел. Ну, здесь, правда, все шансы. Окей. Потому что, во-первых, масштабно, огромный открытый мир, настоящие бойни, настоящие бойны. Например, там на одной баталии может встретиться до 200-300 противников против других 200-300. И ты в этом всем участвуешь в этом месте. И такой Скайрим с видом от первого лица. Да, Скайрим только в реалистичном мире. Я вот такие штуки всякие постоянно от американских рукоделов пощу в паблик, находя где-то на зарубежных ресурсах. И очень прикольно видеть, что у нас тоже делают такие лампы или элементы декорации, не знаю даже, как это назвать. Причем, вроде казалось бы, ерунда кусочек стекла, на нем вырезано, но при определенном освещении это смотрится настолько здорово, что прямо глаз не оторвать и начинаешь задумываться, что тебе не нужно это говно, но это очень крутое говно и нужно купить это говно. Да, я только что сказал слово говно уже 4 раза. Больше всего хотелось посмотреть на игромире две вещи. Это, во-первых, в Detroit Become Human, но тут он, судя по всему, та же самая демка, что была на E3, поэтому, ну, может быть, и есть смысл чисто ради интереса потыкать. И вот как раз-таки пациента, которого я смотрю сейчас, это приквел Until Dawn. Until Dawn прям очень зашел, очень понравился. А эта игра происходит за 60 лет до событий Until Dawn и, по идее, должна рассказать, откуда взялся весь тот песос, который творится в Until Dawn. Давайте заоценим. В общем, очень странная история. На самом деле, с одной стороны, интересная, прикольная, похожая явно на Resident Evil 7. С другой стороны, очень странно выбран отрезок игры для демки, потому что 70%, да даже, наверное, 90%, тебя, как и в Kitchen, держат просто сидя на инвалидном кресле. Но только если в Kitchen это была демка, когда PSVR еще не вышел, и где пытались показать какие-то преимущества, как это здорово выглядит, пытались напугать, то зачем это делать сейчас, не совсем понятно. Потому что реально большую часть времени ты просто сидишь, осматриваешься. Если ты играл уже в PlayStation VR, то ничего нового ты для себя не увидишь. И поворачиваешь просто головой налево-направо, выбираешь варианты ответов. Да, показывают эффект бабочки этот, да, очередной, который влияет на твои действия, но, в принципе, это Until Dawn. Говорят о том, что сюжет будет разветвленный. Это очень здорово, этого мы ждали. Спасибо чувакам, это было достаточно забавно, за дополненную реальность при уколе в ногу, это было смешно. Вот, и буквально маленький совершенно кусочек в конце. Тебе суют в лицо скример, причем такой совершенно топорный, что ли, да, то есть прям вот... И все, как бы... Ну, хрен знает. То есть про игру, по сути, я не понял ничего. Как демо, это очень странно. Но я все равно жду, все равно хочу, потому что... Until Dawn был клевый, и я думаю, что... Ее приквел тоже будет неплох. Визуально похож на Resident Evil 7. Я ждал чего-нибудь, как Resident Evil 7. Если мои расчеты верны, и мой мозг не спит с кем-то другим, в момент, когда вы смотрите это видео, у вас останется еще два дня, чтобы посетить это замечательное мероприятие. Я, естественно, показал просто какую-то крапулечку от того, что здесь происходит, потому что даже за целый день нереально все обойти, во все поиграть. Но самое главное, что я хотел увидеть, я посмотрел, впечатлениями с вами поделился. Сходите и посмотрите сами, если у вас есть такое желание. А у меня на сегодня все. Спасибо всем за внимание. До скорых встреч. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok